О, давайте тоже построим секретные комнаты в доме. Зачем? Ну, чтобы там прятаться, играть, устраивать вечеринки, купаться, гадать, вызвать духов, тушеваться. А вдруг Аня узнает? Надо как-то сделать так, чтобы она не узнала. Главное, быть аккуратными. Да это мы умеем. А я вот не уверена. Погнали, у меня уже есть идея. Одну комнату делаем вот тут. Это будет игровая, сейчас я сооружу сюда тайный проход. А я построю секретный бассейн. Упс. Теперь Аня все узнает. Так, нам нужен помощник, который будет убирать следы ваших проделок. Почему это наших? Потому что именно вы, Сью-Мичу, вечно творите всякий беспредел. Неправда. Ох, киса Алиса. Но, кажется, я знаю, кто это будет. Наша волшебная Мидея В-12. Она сейчас за тобой все тут быстренько уберет, Аня не заметит. Готова? А это она уберет? Алиса, ты что? Да у нее мощность сасывания огромная. Она всякий мусор и нашу шерсть уберет откуда угодно. Что с ковров, что с дерева, что с плитки, что с ламината. Проверим. Хватит мусорить, Алиса, ты что? Ну ладно, она и правда нам сегодня пригодится. Пусть помогает. Ну вы где там? Смотрите, я уже обустроила первую секретную комнату. Это наша тайная игровая. Заходить мы будем сюда, сквозь дырку через стену. Которую я замаскировала тоннелем киса Алисы. Типа он тут лежит. А попадать будем в нашу секретную комнату. Ух ты. Ну, теперь хотя бы можно ни о чем не беспокоиться и делать что угодно. У меня тут даже свой коттедж есть. И игру все разные. У всех свои места и даже набор для наших вечеринок. Можем играть в стрелялки и стрелять водой. У нас тут миллиард всяких игрух. Класс, Юмичу. А где наши напитки-то? Ну, мы что-нибудь придумаем. Но для начала нам надо достроить все секретные комнаты, пока Аня не вернулась. Я хочу еще построить тайную дискотеку. Погнали. А я придумала секретную комнату с бассейном. И вход в нее будет через мой туалет. Надо просверлить дырку побольше, чтобы мы все могли пролезть. И Аня никогда не узнает, что через туалет можно попасть в тайный спа-салон. Она так быстро ездит, а вдруг она снесет нашу тайную дверь в комнату. Юми, ты что, думаешь она глупая? Она же на нашей стороне. У нее же есть система Дуодекта 3 3D Abstacle Detection. Чего? Ну, это и-и. Что? О, мой собачий бог, вы что, не знаете, что такое искусственный интеллект? Это значит, что она может определять форму препятствий. Представляете? Чтобы в них не врезаться и не повреждать, а объезжать. А карту дома может создать? Конечно, она изучает дом, составляет карту и потом знает, где, когда надо убирать. А добавь ей в карту наши секретные комнаты, чтобы она туда не заезжала. Но ночью-то роботы не видят, поэтому она может запутаться и все разрушить. Ну вы и дурашки, она такая умная, что определяет все за несколько метров заранее, независимо, светло или даже очень темно. Ну ладно мебель, а если она в меня врежется ночью и по морде даст? Пока я буду в секретную комнату пробираться. Или лапу мне сломает? Да хватит, я же говорю, она сверхчувствительная, она распознает даже кошек, собак и других домашних животных. Не верю. Докажи. А что тут доказывать? Вон ты сама попробуй, встань у нее на пути. Ну, ну, давай. Она в тебя никогда не врежется, потому что она тебя видит. У нее же нет глаз. Да не врежется она в тебя, Юмичу, она даже ногу дивана объедет. Получается, мы в безопасности. Киса, Алиса, ты достроила? Секретный бассейн. Софи вон уже сделала ход в секретную комнату. Ух ты, с кинотеатром. Юмичу, меня подожди. Кинотеатр в подвале, это ты круто придумала. Пришлось здесь везде звукоизоляцию сделать. Шторы, ковры, сиденья принести. Ух ты, так, и какое кино мы будем смотреть? Сегодня в нашем кинотеатре сеанс уже начался. Только кажется, Киса Алиса опаздывает. Видимо, Киса Алиса доделывает свой бассейн. Посмотрим, чья секретная комната из всех нас победит. Я думаю, что мой кинотеатр будет лучшим. А вкусняшки будут? А вот я. Да-да-да, где тут у вас вкусняшки под киношку? Конечно, какой кинотеатр без попкорна. Только это собачий попкорн. То есть обо мне вы не подумали, да? Потому что ты шпион. Че это? Потому что посмотри, твоя шерсть выдаст наше тайное место по этим клочкам. Аня как по следам может прийти? Ну а я что сделаю? Лето же. Спокуха, ребята. Наша Медея и тут нас спасет. А ну-ка, иди сюда. Она удаляет все. Любую пыль и шерсть. Откуда угодно. Пусть пока тут прибирается. Пойдемте в секретный бассейн. Погоди, Софи. А Аня, по-твоему, не задумается? Откуда вдруг в Медее другой какой-то мусор чужой? Да Юмичу. У нее мешок-пылесборник 3 литра. Там пыль хранится до 2,5 месяцев. Ты думаешь, Аня каждый день проверяет, что ли? Логично. Поняла, Юмичу? Так что не наезжай тут на меня. Лучше за собой посмотри. Мы пока делали пароход в секретную комнату с бассейном, ты весь пол мне тут затоптала грязными лапами своими. Что за бред? Где? А вот и не бред. Ну покажи. Пойдем, пойдем. Вот тут, смотри. И? Только что тут следы твои были. Да-да-да, Киса Лиза не врет. Я когда тут была, я видела. Как наша волшебная Медея уже все бегун тут за Юми убрала. Мы просто это пропустили пока. Пока проход в комнату с дискотекой, баром и ночным клубом делали. Хе-хе. Так тут же мокро было. Ну да. Она же не только пылесосит, но и моет швабрами. Да что ты верешь? Вон Юми их трогает, а они у нее уже сухие. Ну да, но так она сразу как закончит убираться, едет на свою базу. Очистка протирочной насадки. А база уже полностью высушивает швабры теплым воздухом, аж 55 градусов. Чтобы всякой плесени не было и мерзких запахов. Ладно, погнали уже в секретный бассейн. Там вода, наверное, уже набралась. Ну, Киса, Лиза, ты и придумала вход. Да уж. Настоящая секретная комната, в которую не проберешься. Точно не найдешь. Водичка уже у нас тут как раз в нашем бассейне набралась. Уточки плавают и ждут нас кря-кря. Но перед тем, как идти купаться, что мы будем делать? Хорошо, что есть зона отдыха с диванчиком. Но мы для начала позагораем в соляриях, которые я сделала для нас. Между прочим, мой солярий в честь меня, потому что я же покемон Юмичу. И у меня солярий в виде покебола. Прикольно. А я себе только с бабочками нашла. А у меня вообще-то должен быть розовый солярий, а не серебристый. Потому что мой любимый цвет розовый. Ну что ж, спасибо. Мне кажется, я очень загорела, а вы? А я там чуть не сгорела. А мне понравилось. А мне тоже, если честно, в вашем солярии жарковато. Я лучше пойду искупаюсь. А я вот и все, пожалуй, позагораю. А мне кажется, мой секретный кинотеатр был прикольнее, чем секретная игровая комната Юмичу. И секретный бассейн кисалис. И вот пусть ребята в комментариях напишут, проголосуют. Пока наша волшебная Медея за нами весь дом моет. Я уже проделала ход в нашу секретную комнату с ночным клубом. До того, как пойдем делать комнату-дискотеку. Давайте сделаем секретную мистическую комнату на чердаке. Для начала надо его открыть, чтобы спустить лестницу и по ней забраться наверх. Аня туда вообще не ходит и никогда об этом не узнает. Так, ребята, я пошла изучу, что же там у нас. О, если честно, на чердаке жутковато. Тут все время какие-то странные звуки. Мистическую комнату будем делать в одном из уголков. А, как стремно, жуткий чердак. Ну что, будем духов вызывать? Главное, дверь не забывать закрывать. Ну что, я считаю, мы отлично подготовились для вызова духов. Всего повесили, тут вон какая жуткая паутина с пауками старая. Ну и что, кого мы будем вызывать сегодня? Что-то я переживаю, если честно. Да ладно, Софи, не бойся. Юмичу, зачем ты делаешь вид, что тебе не стремно, а? Ну, я бесстрашный покемон, мне ничего не стремно никогда. Почти. Мама, что это? Киса Алиса, ну-ка не встань трясти лампу и выключать свет. Это не я, я уже не на чердаке, я спустилась вниз в туалет. В смысле она спустилась вниз? А что тогда тут происходит, Юмичу, объяснишь мне? Это, наверное, это какие-то неполадки с электричеством. Пойдем отсюда, а? Пойдем, бежим, идем скорее. И просто киса Алиса внизу. Что у вас там случилось? А что это было тогда? Не знаю, что за духи это были. Ну, зато после нашей стройки на чердаке, смотрите, что под лестницей. Теперь она нас точно спалит. Да, такое уже никакая твоя волшебная Медеева-12 не уберет, Софи. Капец. Да вы что, уберет? Она же очень сильно нажимает шваброй на пол и вытирает очень тщательно. Не в этот раз. Да у нее же аж три режима мытья. Быстрый это она, когда на базу ездит после каждых 8 метров и промывает швабру. Стандартный это через каждые 10 квадратных метров. И глубокая очистка каждые 14 метров. Сейчас она все тут отмоет. А вдруг она загрязнится и перестанет за нами убирать. А она узнает про наши секретные комнаты. И что мы тогда будем говорить? Юми, ты что, ты же видела, какая у нее вон станция? И что? Так она после уборки каждой секции автоматически возвращается на эту базу, говорю же. Да, вот это база. Вот это база? И ополаскивает грязные швабры чистой водой, оттирает и удаляет с них мусор и грязную воду. Ну да, ты же вроде говорила, что она и пылесосит и моет. Да, я же вам сколько говорю, она умная. Она может пылесосить и мыть. У нее вон какие баки для чистой воды, для грязной. База очищает весь пылесос и отправляет его снова работать. То есть все вот это, что мы тут на мусоре, она уберет? И Аня по нашим следам не найдет ни нас, ни наши секретные комнаты? Конечно. Не верю. Да пока вы тут болтаете, посмотрите, что она уже сделала. Не, ну это конечно круто. Да, но только она же пока ездит, все равно, все пачкает заново. А вот и нет. Она начинает уборку с самой дальней точки от зарядной базы и едет на базу постепенно, чтобы не пачкать там, где уже убрано. Ага. То есть дом под контролем. Мы под контролем. Все под контролем. Ладно, погнали на дискать. Погнали. Нам надо всем нарядиться. Крутяк, это будет моя самая любимая секретная комната. Да, прикольно. Мы в платьях и в очках, как настоящие дискотечные чики. Софи, че зовут спол, чики уже никто не говорит. Ой, Юмичу говорит, не говорит, какая разница. Зато у нас на нашей дискотеке есть даже бар. Да, и пожалуй, теперь нам пора отправиться на танцпол. На танцпол, мне кажется, я уже стара для этого. Да и платье слишком пышное мешает. Танцуем, Софи, это же дискотека. Ненавижу дискотеки. В следующий раз меня не зовите. Кисолист, ты че, по-моему, это самая крутая секретная комната. Фу, и музыка у вас дурацкая. Надоело, я тоже пошла. Да вы че, классно штусовались. Привет, пупсики-пушистики. Как же чисто. Небось, это уже наша Медея успела прибраться тут за вами, да, пока меня не было? Нет, мы просто ничего не пачкали. Весь день спали. Почти. Ну и хорошо, тогда пусть слегка везде пропылесосит. А что это за места такие на карте появились, где уборка отключена? Я вижу в приложении их аж несколько. Не верю, что Медея может глючить. Я пошла. Я с тобой. Софи. А че, че сразу Софи-то? Что происходит? Вы что, даже с пылесосом успели сговориться?